Всем привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас мастер-класс по нанесению теней из серии The One, это матовые, стойкие и очень потрясающие тени, но чтобы их правильно нанести, нужно знать некоторые фишечки, и сегодня мы попробуем холодную гамму оттенков, а еще у меня есть теплые, но это в другой раз. Итак, я уже подготовила немножечко себя к нанесению теней, то есть у меня уже выровнен тон лица, брови прорисованы, я сделала тонкую стрелку, и внизу в ресницах тоже подвела карандашом, и теперь можно спокойно работать тенями, и для того, чтобы тени хорошо растушевать, нам нужна будет еще пушистая кисточка. Итак, приступаем, берем тени, чуть-чуть излишки я сразу снимаю, и наношу на область над ресницами, стараюсь не задевать стрелочку, но если я ее задену, это не будет страшно, можно всегда будет подрисовать стрелку, и рисую почти до конца, прокрашивая вот эту вот века подвижная, да, которая двигается, накрасила немножечко, можно сразу два глаза, но я буду по очереди. Тут же беру второй оттенок, более темный, также излишки чуть-чуть снимаю с кисточки, чтобы не было пятен, и смотрите, здесь очень важно прорисовать именно ту область, которую вы хотите, чтобы была прокрашена тенями, потому что удалить их будет уже практически невозможно, они очень быстро схватываются и фиксируются на коже, поэтому я аккуратненько сначала делаю набросочек, и закрашиваю вот эту зону над стрелочкой, и смотрим прямо, то есть нравится, не нравится, можно чуть-чуть повыше, но если вы уже слишком высоко задрали, то не получится опустить. Хорошо видно, да? Так, делаем второй слой. Если я хочу чуть-чуть погуще, то можно положить будет второй слой. И теперь я беру пушистую кисточку и аккуратненько убираю резкую границу между двумя оттенками, то есть делается это очень-очень аккуратненько, не надо лишних движений, растираний. То есть вот я границу убрала, и получился вот такой вот красивый оттенок. Можно по желанию еще подвести нижнюю часть стрелочки тоже, чтобы соединить, но у меня подобран очень хорошо карандаш такого глубокого серого цвета, и поэтому они очень хорошо гармонируют с этими тенями. Мне вчера сказали, что их как бы нет на складе. Я даже не удивилась, потому что они действительно очень классные. И хочу немножечко уголок глаза еще усилить цветом. Как раз они подсохли. Если вы заметили, когда красишь, сначала они блестят, а потом высыхая, становятся совершенно матовые. Такие матовые, сухие, красивые цвета. И вот этот уголочек я чуть-чуть усиливаю. Залезла на стрелочку, но ничего страшного. Когда подсохнет стрелочку, можно будет подправить. И опять же смотрю, где нужно чуть-чуть растушевать, или не нужно, чтобы не было пятен. По-моему, все замечательно. Стрелку немножечко сейчас подровняю. Смотрите, как красиво, как нежно выглядит макияж с такими тенями. И что самое интересное, если вы их только нанесли, то можно сразу же использовать их как основу под сухие тени. То есть если вы подбираете оттенки в тон, то можно сверху еще поработать с сухими тенями. Это будет еще усилит макияж, сделает более выразительным его. И такой макияж будет долго держаться. То есть благодаря тому, что матовые тени, они засыхают, фиксируются очень хорошо. И я их полюбила, потому что макияж держится великолепно весь день. Даже если потом потереть глаза сверху, когда глазки встают, я делаю массаж, то макияж всегда на месте. Поэтому экспериментируйте, делайте так, как вам красиво, чтобы вам нравилось. И приятного использования продукции компании Reframe. До новых встреч! Пока-пока!